Квартирный вопрос, как известно, испортил москвичей, но не только их одних. В Одинцово вот уже два года не могут договориться застройщик и семья Седовых, которая отказывается переезжать из Хрущевки в новостройку на общих условиях. Сейчас можно поднять всю историю этого противостояния с 2002 года и снова прийти в тупик. Имеет ли смысл, потому что мы здесь в данный момент выступаем все-таки как арбитры общественные, между жителями Одинцовского района и компанией-застройщиками. Поэтому, что вы хотите, вот прям четко оформить, скажем так, в одном предложении, или в двух, или в трех, чтобы я под роспись записал. Родители-пенсионеры и их взрослый сын остались одни во всем доме, который уже лишен электричества, газа, воды и тепла. Остальные жители, 146 семей, давно переехали в новые квартиры. Седовым же не понравился предложенный им 16-й этаж, а также муниципальный ремонт. Никто из вот этих 146 семей не изъявлял желания жить там с итальянской ванной и так далее. И все нормально переехали, без всяких вот выкрутасов и вымогательств. А я считаю, что это шантаж и вымогательства. Потому что по законодательству мы обязаны предоставить имущество, пригодное для проживания. И мы должны сделать муниципальный ремонт. Вместо линолеума Седовы старший хотят ламинат, вместо стальной ванны – чугунную, вместо ДСПшной двери – из хорошего дерева. Застройщик уже был готов по просьбе председателя общественной палаты пойти на такую уступку. Но оказалось, что это не все требования. Сын пенсионеров настаивает на том, чтобы ему тоже выделили квартиру. Предположим, вы сейчас купите эту квартиру, Гарри Викторович, через суд или там еще как-то. Не важно, да? Это не имеет значения для меня. У меня вопрос. Я-то где буду жить? Скажите мне. Вы получите деньги? Я получу. Я не собственник. Я ничего не получу. Но он сам по себе. Он отдельный гражданин, понимаете? И я отдельный гражданин. У него свои права. У меня свои права. Компания «Инвестстройрегион» утверждает, что еще одна квартира семье не положена по закону. Седовым и так пошли навстречу, и вместо 45 квантратных метров, а именно такую жилплощадь они сейчас занимают, предлагают 60. Почему именно мы из центра микрорайона, Жуково-31, географически с Бирюзова, это большая разница. И я сомневаюсь, что эти 15 метров покрывают эту разницу. В полномочия общественной палаты района не входит распределение жилплощади, а компромисс между сторонами на встрече так и не был найден. Поэтому ситуацию будет решать суд. Седовый застройщик в него уже обратились. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.